Свои итоги года подводят и в туристической отрасли Верхней Волжья. Тверская область по итогам уходящего 2021 года вошла в десятку регионов, которые наиболее популярны в сегменте организованного туризма. Таковы данные Ассоциации туроператоров России. О том, какие цифры показала Верхней Волжья и о перспективах предстоящих новогодних праздниках, а также 2022-го, расскажет Роман Быков. Ассоциация туроператоров России отмечает, что ставку на туристический рынок Тверской области сделали известные федеральные бренды. Число предложений в наш регион выросло почти в два раза. Окончательные цифры станут известны в начале будущего года, когда полностью подсчитают статистику загрузки отелей, туроператоров и учреждений культуры. В целом, рост показателя прогнозируется в объеме двух миллионов человек. Это не только тверичане, это уроженцы Москвы, Санкт-Петербурга и даже с Мурманской. У нас есть путешественники, которые с удовольствием приезжали отдохнуть на озеро Селигер. Посмотреть озеро Пена, в том числе и нашу Твери рассматривают именно как туристический объект. Одной из заметных мер по стимулированию внутреннего туризма стал кэшбэк. По предварительным итогам уходящего года поездки в нашу область по этой программе реализовали более 10 туроператоров, 5 круизных компаний, а также 23 гостиницы. Росту популярности региона способствует ставка на профессионализм. С 2019 года Тверской колледж сервиса и культуры находится в непосредственном подчинении у профильного министерства. Там проходит обучение более 800 студентов. Ежегодно выпускается более сотни специалистов. Из них 70% остаются работать в отелях именно Верхней Волжья. Ежегодно проводится обучение экскурсоводов. У нас более 110 экскурсоводов прошли обучение в министерстве с привлечением лучших спикеров. И отмечу, что Тверская область один из тех регионов, кто до введения обязательной аттестации экскурсоводов ввел добровольный. У нас 176 аттестованных экскурсоводов по Тверской области. Если говорить о перспективах, то их представители туристического бизнеса оценивают как вполне позитивные. Достаточно сказать, что уже сейчас на новогодние каникулы большинство тверских гостиниц и турбаз полностью забронировано. То есть год уже начнется с аншлагов. Да, действительно, новогодние праздники у нас забронированы все на 100%. Да, и все туристические базы, и в том числе отели города Твери. Мы ждем гостей и к этому готовимся очень тщательно. Мы стараемся привлечь гостей именно своим сервисом и вниманием гостю к внутреннему туризму. Потому что мы понимаем, что наш российский гость, он отличается от иностранных гостей. Поэтому все внимание будет направлено на нашего российского гостя. Позитивным перспективам развития туризма в Тверской области, наряду с прочим, должно помочь введение в строй такого знакового объекта, как кластер Волжское море. Уже в будущем году там появится возможность принимать круизные суда. Начнется строительство современного речного вокзала. С 2023 года стартует прокладка железной дороги до транспортно-пересадочного узла Завидова. Все это еще больше увеличит туристическую доступность Верхней Волжья.